здравствуйте дорогие друзья вы на канале у светланы лоди сад ну что ну куда-то надо девать сливу в этом году сливы просто огромное множество мы уже собрали три больших ведра такое ощущение что еще и не собирали совсем и томаты тоже куда-то надо девать поэтому я сегодня готовлю соус такой оля ткемали ткемали по-русски в том году тоже делала и рецепт такой есть play листе заготовки но там я делала просто так на вкус здесь у меня есть рецепт этого соуса но он как-то очень странно записан как мне кажется рецепт его это 5 килограмм сливы соус томатный 1 литр но у меня вот будет свой сахара 500 грамм черный красный перец видно по вкусу соль 4 чайные ложки соевый соус 100 грамм и уксус яблочный 160 грамм я вот сейчас испробую этот соус не просто так значит у меня в книжке написан и по как у меня получится я с вами поделюсь именно тем рецептом как он должен быть что-то меня смущает чайная 4 чайные ложки соли может быть надо больше и 500 грамм сахара я сначала положу поменьше и посмотрю как это будет по вкусу и еще здесь не написано но я сюда добавлю 2 жгучих перца я думаю на такое огромное количество слив и на томатный соус будет нам все хорошо как буду делать томаты пропустила уже через мясорубку и слива очищенная без косточек 5 килограмм здесь правда томата 2 литра но я сегодня вам покажу два соуса один ткемали это соус очень хорош к мясу конечно же а второй просто томатный соус ну это это не паста именно такой соус не густой который я делаю без всякого рецепта придумала сама закрываю в баночки пол-литровые и потом прекрасно использую как заправка к борщу вместо томатной пасты прекрасно использую как заправка к мясу когда делаю гуляш или когда делаю постный борщ без мяса в разгрузочный день или любой другой суп овощной то есть ну томатный соус я думаю вы сами знаете куда его деть и так в кастрюлю сейчас выкладываю сливу очищенную и томатный соус 1 литр и сначала на медленном огне начинаю потихоньку разогревать сливу потом прибавлю огонь под кастрюлей для того чтобы слива с томатами начала париться и распариваться ну на это пройдет я думаю что минут 10-15 процесс самом разгаре все распарилась два соуса кипят на плите вот этот сливовый соус а там просто томатный когда у вас все будет кипеть я просто снимаю пенку этот соус мне немного надо уварить вот кемали который сливовый поэтому я его поварю но минут сорок может быть час помешивайте потому что он имеет такую тенденцию пригорать масса слива оседает и может пригореть поэтому помешивать с томатным соусом такого такое не происходит как только слива распарилась но принципе масса закипела чуть-чуть убавила огонь даже сняла может быть с плиты на немножко и блендером все это взбила но что хочу вам сказать что если бы даже я это не делала а слива там оставалась кусочками это тоже кстати очень даже интересно подать такой соус и никто не поймет что это слива тоже вот если нет блендера и ничего не делайте пусть будет так или кто-то может быть протрет через металлическое сито это уж кто как хочет ну и вот теперь как по рецепту я должна добавить сахарный песок полкило я пока добавлю 400 грамм сахара полкило пока добавлять не буду вот 400 грамм а потом я посмотрю так ли это вот пусть он поварится с сахаром и я почувствую понравится ли мне этот вкус добавить я всегда смогу 4 чайные ложки соли вот что меня смутило но может быть думаю тут еще идет три сейчас чтобы не сбиться 4 чайные ложки соли соевый соус по рецепту 100 грамм вот у меня 100 грамм соус может думаю из-за соевого соуса так мало соли тоже все это сейчас попробую чеснок кинза или какая-то пряность здесь не написано и я этого добавлять и не буду единственное черный и красный перец поэтому я взяла у меня красный перец жгучий два стручка а здесь у меня черный перец и еще кориандр все это в зернах я сейчас просто вот так ступки все перетру и добавлю вот так вот перетерла и добавляю кориандр молотый это вообще что-то с чем-то еще я очень люблю такую специю как мели-сунели вот мне кажется что она в виде пол столовой или 1 чайная ложка здесь будет очень органично и еще в рецепте написано рецепте написано 160 граммов яблочного уксуса как правило яблочного уксуса всегда из 7 5 7 процентный поэтому 9 процентный уксус так как нет у меня яблочного это 200 грамм поэтому я вот тут 200 грамм это целый стакан я пока тоже добавлю ну грамм 150 посмотрю что это будет по вкусу добавить я всегда смогу но переизбыток уксуса не люблю и здесь нет растительного масла и это мне очень нравится я вообще почему-то не могу когда много растительного масла в соусах у она у меня прямо как-то горло застревает ну и все и теперь буду варить ну еще где-то там полчаса минут сорок но будем пробовать и вообще всегда пробуйте ваши заготовки не сразу вот с кастрюли а нужно обязательно остудить массу потому что в горячем виде совершенно по-другому и соль и сахар ощущается ну и плюс специи поэтому сейчас маленько поварю когда это все соединиться обязательно остужу и буду пробовать ну и вот соус который сейчас немножко камеру подвину вам покажу это обыкновенный томат кипит без всего пока без всего кипит и я снимаю тоже пенку как только перестанет пениться вот сейчас кипит уже минут 10 практически пена собирается мало вот готовлю баночки и добавлю соль сахар уксус сейчас вам покажу минут через десять как прокипит и уже буду по банкам баночки простерилизовала подготовила тем временем томаты как видите уже не дают пены ну полчаса наверное прошло принципе 20 минут достаточно и видите этот соус ну не такой жидкий это не вода ну и не как не как томатная паста естественно и вот сюда добавляю на один литр соуса 1 столовая ложка соли 1 сахара 1 уксуса все предельно просто 3 столовые ложки соли сейчас делаю 3 столовые ложки сахара сюда же и 3 столовые ложки уксуса сюда же все перемешали ну минут пять еще покипит что просто растворился соль сахар уксус соединился и можно разливать по баночкам вот остатки пены вот просто она даже не пенится хотя нагрев у меня сильный в это время кипит сливовый соус вот здесь вот кипит сливовый соус я налила как вам уже сказала такую пиалочку ребята ум отъешь но 400 грамм сахара это очень но не очень это мало поэтому я сейчас еще прибавлю полстакана сахара то есть 500 грамм сахара действительно такова норма видно слива кислая и вот этот сахар съедается поэтому делаем по норме и продолжаем все это варить томатный соус готов все если кому покажется кислобатой добавьте одну столовую ложку соли две столовые ложки сахара и одну столовую ложку уксуса на один литр этого соуса ну тогда будет чуть послаще я регулирую сладость потом когда готовлю просто то или иное блюдо и там уже смотрю что мне как с сахаром обстоят дела разливаю по банкам не выключая огонь он так томится на медленном огне и разливаем закрываем крышки естественно прокипяченые также как банки банки стерилизую в микроволновке наливая немножечко водички в микроволновку в банку на дно вот и эти баночки маленькие их много влезает микроволновку две с половиной минуты вот так сейчас крепко закручу вот эти все баночки и укутаю полотенцем махру ну вот соус и сливовый готов посадить он уже кипит сильно ну как сказать долго минут сорок и у него практически не образуется пены вот совсем там чуть-чуть а так не образуется соус готов сейчас он не такой густой вот такой видите но слива при остывании обладает желирующими такими свойствами поэтому он будет достаточно густой очень пикантный пока разливаю буду говорить вам очень приятное послевкусие достаточно долгое послевкусие как вы видели только на с 1 с 1 пожиже что называется потому что слива оседает поэтому старайтесь со дна поварешкой достать два стручка острого перца я положила но можно и 3 добавить ну или перец разный в общем говорю что надо пробовать треба было ну чуть поострее кто любит чуть поострее а здесь такое у меня на языке послевкусие но чувствуется что острота но не сильно ничего не горит и ничего не жжет вот так будем говорить сахару как в рецепте написано и хорошо что я добавила чуть поменьше уксуса ну чем сосчитала то есть я уже в описании рецепта именно так напишу как вот я пробовала не надо уксусу 200 грамм это много 150 грамм вполне достаточно уксуса потому что тогда придется соли добавлять уксус соль съедает всегда у меня получилось все хорошо как надо получилось как надо итак буду развивать дальше ну вот такая у меня работа вот столичка я произвела этого соуса немножечко совсем томатного и где-то из 7 килограмм слив получилось около пяти литров соуса ну просто разные баночки если так грубо сосчитать 55 с половиной литров предостаточно конечно нам на всю зиму потому что еще будут кетчуп и еще будут другие аджика разная поэтому сливы нам хватит но а томатный соус я делаю постепенно вот смотрю что помидоры часть портится не обязательно через мясорубку нарезаю кусочками в кастрюле протомиться блендером взбила и все как я вам показала то есть каждый день пока готовлю суп две-три баночки такого соуса всегда на подходе чтобы томаты не пропадали попробуйте вот эти мои соусы честно послевкусие вкусная ну а томат пригодится для приготовления других блюд спасибо всем за внимание вы были на канале у светланы ладиса от всего всем доброго